Международный день шахмат отмечается 20 июля. Именно в этот день в Париже в 1924 году была основана Всемирная шахматная федерация. В нашей стране после провозглашения постановлением Верховной Рады Дня шахмата в Украине у праздника уже во второй раз был официальный статус. Снова отличился яркими событиями Киев. В столичном парке Шевченко были организованы сеансы одновременной игры и блиц-турнир. Всеукраинским благотворительным фондом детские шахматы были проведены конкурсы для юных и опытных поклонников игры. В мероприятиях приняли участие шахматные спортивные руководители, в том числе министр молодежи и спорта Равиль Софиулин, а также известные игроки во главе с гроссмейстером Захаром Ефименко, побеждавшим в составе национальной сборной Украины на Всемирной Олимпиаде. Можно сказать, что столица задала празднованием тон. Однако запоминающимся образом День шахмат отметили и многие другие регионы, например, на востоке страны, в Днепропетровске и Кривом Роге. Различные встречи, включающие дискуссионный круглый стол, конкурсы, сеанс и блиц были тоже организованы при активном содействии детского шахматного фонда. А мероприятие во Львове увенчал блиц-турнир шести местных гроссмейстеров на башне городской ратуше. Колокол там звонит каждые 15 минут. Это и становилось сигналом для начала каждого тура. Победителем соревнования, прошедшего на высоте 65 метров, стал Юрий Вовк, который получил награду из рук городского головы Андрея Садового. На юге Николаевская шахматная федерация отметилась этапом регионального кубка по блицу и сеансом гроссмейстера Юрия Кузубова. Как всегда, мероприятия были николаевскими организаторами, полноценно анонсированы, а по итогам освещены на веб-сайте. Жаль, но соседи отстали от николаевцев по всем статьям. Блиц-турнир в Одесском шахматном клубе прошел скромно. В отсутствии интернет-анонсов, оперативных репортажей и без профессиональных игроков высокого уровня. И все-таки жив еще в Одессе энтузиазм и неформальный подход к проведению мероприятий. В честь Дня шахмат Папошон организовал празднование в обоих развлекательных семейных комплексах, расположенных в противоположных концах города, на жилмассивах Таирова и Котовского. Юные игроки получили уроки от автора книги «Шахматы для малышей» Юлии Костиной, и сошедшего со страниц героя повествования юного бегемота Гипоши. А затем дети смогли продемонстрировать свои знания в сеансе против гроссмейстера. Нет сомнения, для многих участников, прошедших по всей Украине праздников, расставание с шахматами не будет продолжаться целый год. Редактор субтитров А.Семкин